5 секунд осталось 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 Сможно, не убивал, но подхиливал в нужный момент, спасал и так далее. В общем, огромную работу проделывал. Варлок тем временем отправляется у нас в бан. Ну и пики. Пики продолжаем. Огрмак тоже один из самых метовых саппортов. Пожалуй, наиболее часто используемых в пиках профессиональных команд. Да и в пабах тоже мы его в кои-то веке начали видеть. Некоторое время он выпадал. Сейчас его очень любят в связках с различными Леонами, Дизрапторами, таким угодно. В большей степени, конечно, его используют вместе с милишными корами. Например, Лайфстиллер вполне можно здесь увидеть, я думаю, от команды BXP. Потому что и он неплохо может сейвиться от Прокаста Тини. Он неплохо может вылетать на Бэтрайдере. На него замечательно действует Бладласт. И, в принципе, я бы этого персонажа ожидал здесь увидеть в качестве кора для команды Рэддин. Но, опять же, есть в пуле еще, как минимум, Свен, Мартра. Эти персонажи тоже вполне себе неплохи. Другое дело, что Свену нужно будет БКБ. Мартра тоже персонаж... Ну, не тоже. Мартра персонаж тонкий и будет страдать от Прокаста Тинника. А Лайфстиллер, у него есть Рэйдж, он может все это дело и выйдет. Так что, как мне кажется, пока это один из лучших вариантов для Пика команды Рэддин. Тинни Висп. Могут они пойти вместе на мид-линию. Тинни, опять же, может отправиться фармить другое какое-то место типа сейв-линии. Ну, да, действительно, Лайфстиллер у нас залетает для команды Рэддин. В принципе, читался этот пик, как мне кажется. И посмотрим, чем отвечать будут на него команда PXP. В принципе, сейчас нужно добрать для себя какую-то достаточно сильную дабл-линию в сейв. На сейв-сторону. И что бы это могло быть? Давайте подумаем. Возможно, какой-то рейнджовый кор-герой неплох был бы. Я бы, может быть, даже поставил на Нагу какую-то. Но Нага несколько слоу-плейная, конечно. Оркл, кстати, тем временем вторым саппортом залетает для сил Тьмы. Нага, с одной стороны, слоу-плейная. С другой стороны, за счет того, что Тинни Висп могут летать по карте, начиная с ранних минут, Нага будет иметь возможность, скорее всего, выформить. Плюс ко всему, она в рейдже останавливает сеткой Лайфстиллера, она останавливает Бэтрайдера, она может сплитить линию очень неплохо в момент, когда доберет себе какую-то Радианс и Монта Стайл. Ну, там, например, в принципе, шансы есть, шансы есть на то, чтобы она здесь появилась. Но не знаю, насколько это будет грамотно, потому что все же достаточно агрессивно действуют так же, могут действовать персонажи команды Рэддит. Но мы видим Вивера. Мы видим Вивера, который, судя по всему, будет фармящим персонажем. Ну, наверное, полгода назад где-то мы его бы рекомендовали на хардлинию, там это было популярно сейчас, Вивер потихонечку опять возвращается в мету. Я, кстати, абсолютно не знаю, почему. Вроде как никаких патчей серьезных не было, его не нерфили особо, его не аппали. Ну, по-моему, там Джиммены-то так немножечко там меняли, но незначительно. И вдруг начинают действительно его пикать. Понятное дело, что жуки всегда были очень мощным оружием, но и сам Вивер тоже один из таких самых неуловимых кор-персонажей, пожалуй. Но не знаю, не знаю, насколько хорошо здесь будет он заходить, потому что за лассо Бэтрайдера он должен отваливаться 100%. Другое дело, что если Бэтрайдер ловит в лассо Вивера, то тогда остается безнаказанным Висп. И Висп будет этого Вивера увозить, Висп этого Вивера может как-то еще сейвить, в конце концов он может забить вообще на этого Вивера, и с Тинником разваливать всю оставшуюся команду противника. Ну, вариантов существует множество. Но у нас последние баны, которые были сделаны, это Хускар и Шторм Спирит, и Клокверк, вновь Клокверк для команды Дайер. Точнее так, вновь Клокверк появляется в карте. В прошлый раз он был у ПИКСП, а сейчас он у команды Квэшнз Марк. Кунка. А это, простите, Медовый Кунка? Это фармящий Лайфстиллер, Хардлейн Бэтрайдер и Кор Медовый Кунка? Это Атакер на Кунке? Ого! Это должно быть интересно! Это должно быть интересно, потому что этот парень умеет играть на Кункевича. Видели мы видосы всякие, хайлайтовые. Так что, покажет класс. Посмотрим, посмотрим, как это все будет работать. Но пока игроки разбирают персонажей. И переносимся прямо в карту. В такие моменты самое главное, это не забыть убрать сеточку. Ну и, наконец-то, за долгое время игроки начинают сразу свою карту. Нет никаких пауз, все сразу у всех прогрузилось, и мы можем посмотреть хорошую доту. Но сначала представлю вам составы играющих коллективов. На Ancient of Paris они будут играть на AR3. Кунка, Атакер, Лайфстиллер, TJ, Огр, Мак, Флэш и Бэтрайдер Разван. Это у нас команда Дубай Гейминг, они же Project Dota, они же PXP. Их оппоненты Questions Mark, Клокверк, ПВН, на Вивере будет играть Гидрокс, на Оракли, на Илп, на Тиннике будет Джаджа и на Виспе Месси. Ну что ж, стоит отметить, хороший вардинг от команды Рейдин. Здесь у нас Вижн, здесь у нас сразу какие-то Сентри, чтобы, ну, популярно нынче ставить вот где-то вот в этих вот местах Вижн команде Дайр. Собственно, здесь поэтому стоит Сентрик. Ну и такой вот очень, ну, как-то сказать, нейтральный, что ли, вард на линию к себе нижнюю поставили Рейдин. То есть нету какого-то агрессивного Вижна подвышку, нету еще каких-то здесь вещей. Так, Клокверк. Клокверк в итоге забирает руну, все-таки Лайфстиллер. Лайфстиллер хочет просто разбить Коги или не выходить из них, потому что... ну, просто потому что он потеряет ману, а это неохота делать у Лайфстиллера. И так запас мана не такой большой, как хотелось бы. Хотя вот манга есть. В этом плане не все так плохо. Ну и посмотрим, что у нас здесь интересного будет. Да, действительно, Кунг отправляется в мид, стоит он будет против Тинни Виспа, рядышком здесь помогает Огар Макс, вкачает он сейчас себе Игнайт и будет по месси наваливать этим самым Игнайтом. Ну и в хард-линии. В хард-линии Бэтрайдер стоит, он против Даблы, Вивер и Оракл. Уже ему больно, уже Вивер может наваливать. Стоит достаточно долго Бэтрайдер, откидывается стик напалмом. Ну, потерял здесь пол хп. Хотя съеденное через веточку танго, конечно, выхилит ему большое количество здоровья здесь. Ну, на этой линии будет происходить много экшена. Курьера там Дайерского подрезал в это время аппарат. Вот. Нехороший человек. Ну, такой себе человек, конечно. Смотря на это, вряд ли вы бы сказали, что это человек. Или когда-то этим был. Ну, да ладно. Лайстиллер. Пока стоит соло против Клокверка. Естественно, сюда сейчас подъедет Ancient Depression. Клокверка, кстати, можно будет забрать. Если будет Open Wounds, Chilling Touch, Клокверк отвалится. Ну, либо заставить его хотя бы фласку себе потерять. Здесь можно Тинника погрызть немножко. Тинник просто... Маны, кстати, у него нету. И поэтому потеряет здесь приличную долю здоровья. В то время, пока ему делает стаки висп. Ну, тут два стака, я думаю, без проблем должны миссии совершать. 53 здесь, 55, 56 здесь. И повел. Ну, отлично. И есть. Двойной отвод. Двойной отвод. Двойной стак. Не знаю, два стака одновременно. Назвать можно по-разному. Огрмак продолжает здесь охранять Кунку. Там, кстати, где-то очень серьезно отваливается аппарат. Аппарат! Ферстблат делает на хардлинии Клокверк. С Алянова там размотал пацанов. У батарейки, конечно, очень много урона вносят. И если эти батарейки проходят полностью по одному персонажу, то тому в большинстве случаев приходит конец. Помимо всего прочего, у Клокверка были Коги, которые он хорошо использовал на развороте. Пытается лайфстиль что-то ему предъявить, но Клокверк, ну да, он еще сейчас напихает этому лайфстиль говорит, ты на кого вообще-то свои руки поднимаешь, дружище. Нам тут таких агрессивных не надо. Ну и за счет этого Ферстблада ПВН будет очень неплохо себя чувствовать на этой линии и дальше. Соответственно, у него уже 740 денег. Он может быстрые какие-то купить себе Транквил, что он и делает. Виндлейс он теперь станет невероятно мобильным и вообще совершать будет всякие гадости. Денег подлетел тут на Торренте, но ощутимый урон от этого не получил Торрент первого левела. Кунг качается... Ну так как это Кор Кунг, то он правильно качается через Тайтбрингер. Меня больше периодически забавляют сопротящие адмиралы, которые максят Тайтбрингер себе тоже. Я вот этого не совсем понимаю. Ну типа в надежде... Ой, простите. В надежде стать четвертым Кором своей команды. Здесь тем временем Тепаут отсюда задавил Бэтрайдер. Ну да, его потом приговорили. Нужно быть аккуратным. А тут Клокверк вышел на охоту вновь за Ancient Operation. Отнял у него возможность нормальный отвод сделать, подфармить этот самый отвод, что аппарату очень важно. Клокверк здесь уже четвертого левела находится и вообще горе не знает. Такая дабла ему не помеха. Особенно после того, как он здесь ферстбат сотворил. Так. Аппарат. Как только аппарат сюда выйдет, он прям ждет. Он прям ждет. Аппарат сюда выходит. Тут же должны быть Клоги, тут же батарейки. Да, аппарат должен быть минус. Просто ничего не успевает сделать. Здесь примерзнет Клокверк, но забрать этого Клокверка все равно будет сложно, потому что нету мана на опеновод Сула Стилера. Он сам точно на развороте батарейками по лицу наполучал. И очередной Сула Фраг для Клокверка. Отличная работа. Так, теперь... Ну, да. Так не работает, дружище. Если бы успел ближе подойти за счет того, что у тебя были фейзы, тогда да. Но в этом плане немножечко недорасчитал или не досмотрел за количеством маны Клокверка. Лайфстилер. Здесь пытаются забрать батарейдера. Скорее всего, это получится сделать. Залетает двух с половиной секунд возможность батарейдера постоять. Там Форчин Зент накастовывал достаточно долго. Оракл, Огр пришел. Огр, дружище, ты тут один против трех чего делаешь-то? Тебя ж тут разомнут. Ну, ладно, под вышку он уходит. Небольшое количество хитпоинтов у Вивера, поэтому агрессировать он лишний раз здесь не стал. Ну и виспа перетянули сюда. В это время где находится Тинник? Тинник, наверное, в это время на базе хилится, судя по всему. Что там по стакам? Стаки еще не забирались. Стаки еще не забирались, они имеются. По крипам очень неплохо кунка идет. 24 на 11 против 23 на 5 против даблы вообще атакер в этом плане молодец. Аппарат, думаю, все равно раз умирает от Клокверка. Ну, как так получается? Ладно, на сей раз хотя бы Клокверка должны за это наказать, да. Возможно, это стратегия фидим-убиваем, типа Ластиллер снял Клокверка сейчас приличный стрик, получил 465 денег. Ну, это такое. Фидить Хардленера вообще не противопоказано, потому что если его гнобить, то Хардленер не станет прям каким-то серьезным в мидгейме серьезной занозой. А если его фидить, то это будет полноценный кор-персонаж, который будет прям противен на хайграунде, если бы трайдеры немножко подстопили, но возможности дальше что-то сделать нету, и Тинник отправляется фармить стаки. С четвертым левелом сделать это не так просто. Здесь Кунка к шотам его хочет достать, но пока батарейками. Батарейками, кстати, достал. Батарейками достал, можно откинуть Когами. Огромное количество урона по Кунке. Кунка в итоге получает здесь кораблик кинуть под себя, стики проюзать, кораблик кинуть, чтобы побыстрее бежать, заюзать руну, но нет, отваливается здесь на Такер. Но это единственный фраг, который получилось сделать, вот этой всей Аравии, которая за ним тут. Еще и получили стан по троим от Кентавра. С одной стороны, фраг неплохой, но с другой стороны, это огромное количество времени, которое не фармили ребята, которые не получали опыт, не получали денег, а здесь Лайфтиллер не упускал возможности крипов добивать, и мы видим, что он топ-1 на карте, опережая ближайшего своего преследователя вообще там чуть ли не в полтора раза. Понятное дело, что нагонит в какой-то момент Тинни за счет стаков корабль и залетает сюда и Тинни контролируется в таверну. Отличный тайминг, отличный тайминг в том плане, что только отсюда Висп ушел, как тут же Кунка воспользовался этой ситуацией для того, чтобы убить своего оппонента вами длиннее. А здесь в очередной раз будут пытаться убивать Бэтрайдера, скорее всего, это получится. Бэтрайдер получает... Ну, сейв-тп есть. Сейв-тп есть, но Бэтрайдер, скорее всего, уже отъедет. Да, на развороте можно попробовать Клокверка забрать, батарейки мешают сделать стан. Вот сейчас только Клокверк получает, но там сейвит Оркл фейтседиктом, и на развороте еще можно попробовать Огромага потыкать, но тут маны не очень много у Гидрокса, и ультимативная уже была прожата, так что в этом плане, наверное, дальше ничего не получится сделать. Тут что? Крипов просто фармил. Кунги, кстати, по-прежнему есть руна регенерации, которую уже вполне можно использовать, потому что здесь следующее находится. Кстати, с инвизом можно тоже сотворить какую-то грязь и попробовать реализовать ее фрагом. Хукшот. Хукшот по аппарату, ну и аппарат в очередной раз будет отправляться в таверну. Да, на развороте вновь, скорее всего, погибнет Клокверк, его тут сжирает максимально Лайфстиллер, хотя Лайфстиллеру, судя по всему, урона-то не хватает, жирный, уже Клокверк и выживает в ПВМ. Ну, пока он просто прям вот чувствует себя в собственной тарелке. Но и Тинни занимается пока под фармом стаков здесь, что поможет ему несколько вырваться вперед по крипам. Ну, или хотя бы догнать того же Лайфстиллера. Ну, а здесь наказали наконец-то Клокверка. Хотя на развороте опять же Лайфстиллер, скорее всего, умрет. Есть возможность засунуть себя в крипа, что он и делает, и уводит крипа этого. А крипа можно добрать, но решает, что в первую очередь надо убить аппарата. Ой, Вивя тут немножко перемансовала сам себя, но все равно аппарат отправляется в таверну. Лайфстиллера даже пока нету армлета, что вообще неплохо было бы себе уже выформить. Ну, там близится. Близится этот артефакт. Тинник. Кунка. Убил Тинника. Кунка еще и Виспа хочет. Нет, Виспа он, наверное, не убьет, но он просто вернет его для того, чтобы там Виспятыми не убил. И опять руна регенерации. Как же везет атакеру. Использует руну регенерации. Возвращается в медлинию на телепорте. Ну, и продолжает тут фармить. Здесь, кстати, есть Клокверк. Клокверк, который очень хочет лицо Огрмага. Огрмаг, тяжело ему скастовать стан, потому что ракетки залетают прям неприятно. Ну, и Клокверк, наверное, все-таки отъедет. Есть крест, хукшот, но это не важно, потому что крест на тебе уже был повешен. Второй раз так не прокатит. Сделать. Хотя Оракул подсейвил. Тут же дается лассо, ну, и все же умрет здесь Клокверк. Хотя, может умереть от крипов. От крипов? Нет. Кунка забирает себе Тайдбрингером этот фраг. Но Клокверк все равно купил себе Блэйдмейл. Здесь, кстати, важно что? Важно то, что там еще Гидрокс убивает в это время Лайстилера загулявшего и продолжает агрессировать. На развороте получает приличное количество урона от Огрмага, но особо его не боится. Хотя, наверное, стоило бы 250 хп. Прилетит сейчас ульта аппарата, если она попадет, но нет, и выйдет Гидрокс ультилера аппарата. Прилетает здесь есть Висп и с Виспом фуловой практически становится Виверочек. Его можно еще забрать обратно. Убить его, наверное, уже здесь не получится. Начинает летать Бэтрайдер, но Висп просто заберет действительно с собой Виверочка. Так и происходит. Ну и графики глянем. Мы посмотрели у нас, что происходит по общей ценности игроков. Первое место здесь занимает Вивер. Линка у него уже близится. Второе место у нас у Куньки. Там такие более... нейтральные, что ли, артефакты. Дальнейшее, скорее всего... Ой, заденайл руну. Да, заденайл руну. Висп. Ну, судя по всему, здесь тоже будет армлетик дальше у Куньки после барабанов. Ну и третье место, соответственно, у Лайфстилера. Здесь армлет уже имеется. В миде. В миде здесь движуха. Возможно, какой-то файт даже организуют. Но пока его нету, успею рассказать вам, что у нас происходит по командам Нетворсом. Здесь 3000 в сторону. Questions Mark по голде. Вот такие вот непонятные амплитуды выдает график по экспе. Но в целом он более-менее ровный. Хотя бы потому, что вот эти значения ничего не значат. Ну, как бы они не сильно влияют на игру. 400 опыта всего ведут Дайер своего оппонента. Ну и здесь агрессия на Т1-вышку. Подбираются к ней потихонечку по экспе. Радиантов ботом-тавер под атаком. Кукшот. Кукшот, но Бэтрайдер, наверное, его не надо цеплять. Он сейчас на развороте еще тут догонится. Ну, отличные Коги и Вэн отсюда уходит. Опять же, он оттянул на себя внимание аж трех персонажей. Трех персонажей, которые в итоге ему ничего не сделали, потратили время. Вышка в миде жива, задинайте ее. Правда, шансов никаких пока нету. Но переместился сюда Вивер, переместился сюда обратно уже Клокверк. Я так понимаю, что следующим артефактом неплохо было бы для него собрать какой-то Аганим себе. Либо Фрестстав. Тоже штука полезная на таком персонаже. Ну и отчаянно хотят дефить свои строения. Так, тут Релокейт. Релокейт на нижнюю линию, попытка забрать аппарат и минус аппарат. Да, в этом плане, конечно, кстати, на развороте. Очень хотят. Очень хотят. Не попадает, правда, корабль. Висп успевает сюда улететь. Нет, вернули. Вернули Виспа. В итоге зацепили еще и Тинника. Висп. Лол. Make Висп great again. Ну нет, конечно, вот сюда не отпустят. Даблки для Развана. Ну, пришли на развороте. Ребята за своих пацанов вступаться. Очень больно сейчас будет лайфстилеру. Есть рейдж на развороте. Стики можно прожать еще. Стики. Хорошо, живет. Армлетт немножечко пообузил. Здесь цепляют Вивера. Вивер на развороте пытается убить Огрмага. У него это пока не получается. Вивер один здесь. Нет у него возможности уйти отсюда. Ну и разменивает себя на Огрмага. В итоге, что в принципе совсем неплохо. Для команды Рейдинг я имею ввиду. Ну и покупает себе Линкенферу после всего этого. Отобузил армлетт лайфстилер и не умер в итоге от ракеты Клокверка. Но зато скорее всего умрет вышка, потому что возможности убежать у него никуда не имеется и единственное, что ее может немножко продлить жизнь, это Глиф, который используется на строение. Ну и единственное, это максимальное, чего достойно это Т1 здание со стороны команды Рейдинг. Ты не забирай для себя. Что там мутинника? Есть даггер, тысяча сверху. Ну в принципе неплохо, но ожидалось наверное, что все же в дабле против одного Кунки линия будет выиграна более уверенно. Здесь нельзя сказать, что он прям выигранно. Кунка опережает там на 600 голды примерно. Тинника по Нетворсу. Клокверх выискивает цель, скорее всего этой целью в очередной раз окажется Энши Депаришн, пока его правда не видят. Ну и видят зато Бэтрайдера, по нему можно дать хук, по нему можно дать хук, хук, попадание, и Бэтрайдер подправляется в таверну. На развороте сбили линку виверу, вгрызается Лайфстилер, ну Лайфстилер понимает, что кажется тут не по шансам вбрился, тут убили снизу также аппарата в очередной раз, и хорошие Коги, хорошие Коги, немножко подблочили они вивера, но зато он остался в живых и особо ничего сделать не может, а вот Огромагу кажется конец пришел, да, джиминт атака добивается. Огромага немножко медленно все равно получается Кунку реализовывать, да, он набрал себе артефакты на жир, убить его не так просто, но он и в драках участвует не шибко много, то есть, хотя 5 фрагов из 8, ну нормально, но другое дело, что самих фрагов немножко маловато, снизу там тем временем МТ не разрушает Т2, успел сюда прилететь Лайфстилер, попало, по-моему, в ультимативный аппарат по виспу, но там просто не догнать уже. И он. Ну и графики можно глянуть, продолжается некоторые доминирования команды Квэшнзмарк на своем оппонентном, Систон 1000 по голде, 3000 по XP, не какое-то супер суперогромное преимущество, но опять же с него можно продолжать сноуболиться, с него можно продолжать делать какие-то дальше приятные заходы на вышки, приятные ганги, продолжая, продолжая увеличивать все вот это свое преимущество по деньгам. Бэтрайдер нафармил наконец-то себе даггер, очень долго он до этого артефакта доезжал, то есть мы привыкли видеть, что в какие-то моменты бэтрайдеры, если у них все хорошо, вообще первым артефактом тарят себе не даггер, а барабаны, но здесь не все хорошо было у хардлейнера команды Рейзент, и поэтому именно даггер, и только на 19-й минуте. Ластилер приобрел себе саблю, ну и тут же идут реализовывать вот этот самый даггер, вот эту саблю, быстро попытаться кого-то забрать через лассо, единственная проблема, что, например, с вивером это не прокатит, у того есть линкенсфера, очень сложно будет как-то зацепить, тут же форстафа нет, чтобы его проюзать на вивера, избить тем самым линкенсферу, но любой другой персонаж должен отъезжать, например, Тинни, который фармит здесь один, и жизнь которого находится сейчас под угрозой, какой скан? Висп, да, Висп должен отъезжать, Висп минус, но вот еще летит сюда вивер, вот виверу сбить бы сейчас линку и на него сагрессировать, было бы круто, в итоге цепляют здесь Оракл, Оракл отправляется в таверну, два их заперых в фогах в Клокверк, подходит сюда Тинни, отдает свой прокаст, очень неплохо, Кунка на развороте пытается как-то жить, в итоге минус 3 уже сделали у нас пхп, на развороте Лайфстиллер, а тут ты меня пообузишь-то особо ничего, потому что тебя жрет этот жук противный, Гидрокс там совершает тем временем убийство, Тиннику на развороте погрызли очень неплохо, но есть ли чем догнать Лайфстиллера? Есть ли чем догнать Лайфстиллер? Да, тут засовывает себя в крипа, крип, правда, находится под атакой, а есть как-то зацепить, хорошо, баночкой, ну и тут таймлапс от вивера, вейдет жуков, Лайфстиллер, и будет жить. Ракетка от Клотверка полетит только через секунду. На халявить, ну, попытаюсь, попытается нахалявить ракетой фрак себе. Нет, уже не должен, уже не должен убивать, но и плюс ракеты не попал, не на базу ее отправлял. А здесь Рошан, здесь Тиннивис будет Рошана, пока не суперудачно, но в итоге это закончится успехом, я вам гарантирую. Но и Рошан будет неплохим придатком к возможности вообще пойти пушить, потому что здесь вообще Т-1 стоит, оно как бы, можно ликвидировать ликвидировать эту вышку. Нужно ликвидировать эту вышку. А здесь на развороте, кстати, Тинник-то может и отъехать вообще. Ну, нет, там подсейвил его всяческий оракл, сначала накинул фейцидих, чтобы он урона не получал, потом ультимативную, потом еще подхилил, и в итоге Джаджа выживет, правда, получает тут же башек от Рошана, но Рошан все же будет, наверное, умирать. Вот Райдер в итоге успевает Вивер разобрать Аегис, здесь Тинника убивают очень быстро, Вивер получает прокаст от Кунки и тоже умирает, но это Аегис. Типа вот отсюда пытаются сделать два персонажа, которые находятся на хайграунду, у них это сделать получается, Вивер надо как-то зацепить, здесь станчик по нему имеется, и Вивер сбрасывает с себя все, что только может, но ульта не сбрасывается от товарища на оракул на развороте, здесь, кстати, хорошо подрались, Тинни, Тинни, Тинни убивает троих, Тинни убивает троих и на Кунку еще закидывают виспа, Кунка пытается драться, но лопается, вот перефайн флейм с оракла, в итоге, судя по всему, три, два в пять, что-то такое, да, два в пять, выкупился Тинни, на виспе приехал обратно, там миссб делал трилокейт на базу, я так понимаю, и возвращался в файт уже с Тинником. Какие-то сумасшедшие звуки, а это насмешка на клопках, судя по всему. Ну и, так, неужели они хотят цеплять? Неужели они хотят крови? Можно быстро попробовать убить виспа? Есть лассо, есть лассо, но Бэтрайдер подлетает на прокасте Тинника и отправляется в таверну. Зачем вы идете туда без коров своих? На что вы надеетесь? Я, это не какой-то бескоммуникейшн, нельзя так играть, нужно быть осторожнее. Нужно быть осторожнее. Потому что сейчас графики уже нормально так улетают опять вниз. Там Клокверк еще забирает угры-мага, прокаст прокаст кунки наносит большое количество урона самому Клокверку и Лайфстиллер его добирает. Ну, Лайфстиллер мало артефактов, все равно, он от того же Вивер отстает очень серьезно, при том, что Вивер нельзя сказать, что супер круто фармит, но у него просто особо нечем фармить. Ну да, Джиммейт атака, ну да, Шикучи. Но это все равно не средство массового убийства крипов, как, я не знаю, того же Кунки Тайтбрингер, который там может одну пачку за раз убить, если какие-то артефакты нам имеются. Артефакты у Кунки потихоньку появляются, опять же, Кристаллис какой-то есть, будет ли он его грейдить сразу в Дедаус, пока непонятно, но вот может быть решить для себя какой-то Блотторн собрать, что тоже неплохо, то есть он делается из Кристаллиса, в том числе Блотторн для контри какого-то Виспай или Тинника, вообще, по-моему, штука мастхев. Ну и смог, смог в надежде кого-то найти, кого-то выцепить. В принципе, виден здесь Оракл, как раз неплохая цель, но хотят попробовать Тинника забрать. Клокверк в это время убивает аппарата. Где это происходит вообще? Почему здесь один аппарат фармит? Я не могу понять. Ладно, нашли Тинника. Нет, Тинник успевает сделать ТП, а вот и подбрасывает перед своей смертью буквально Бэтрайдера, понимая, что его просто залососируют иначе, но я не знаю, насколько это было нужно, потому что сейчас в Лассо попадает Висп, и в итоге получается, что сэкономили Лассо на Тиннике. Не знаю, правильно ли это Вивер? Вивер сейчас будет отправиться в таверну, он прилетает просто, не успевает вообще ничего сделать, прожимает, прожимает все-таки ультимативную, здесь подошел вовремя Оракл, пытается бежать отсюда, пытается бежать отсюда Вивер, его вновь сажают на крест и все же убивают на сей раз. Да ладно, да ладно, Китрог сбежит, но нет, нашли его, там Епс, или у кого-то? Или здесь просто куча Сентрей? А, ну тут вот Сентряк-то есть, нет, гемов нету. Ну и в этот раз драка-то, эх, ну покажите, в этот раз драка хорошая для команды PXP, они круто выловили Тинника, вот, вот, вот здесь, как мне кажется, Тинник немножко пожадничал, то есть он мог не откидывать никуда Бэтрайдера, как мне кажется. По-моему там был в кулдауне, была в кулдауне колба, ну прям в флеймбрейк, но я не уверен. Шпунка. 2500 практически имеет на руках после Кристаллиса, можем посмотреть, что он себе будет прикупать, судя по всему, это Дедаус все же будет в его активе, да, так и есть, приносит себе атаку Дедаус, и теперь его Тайдбрингеры могут быть еще более опасны, противны и жестоки. И неожиданны. В общем, много различных слов, можно о них сказать. Виверок. Виверок немножко приостановил свой фарм. Что собирать дальше? Что собирать дальше такому персонажу, как Вивер? Ну, наверное, какую-то бабочку было бы неплохо. Здесь Вивера не смогли найти. Крепочки в миде знатно подгрызают Т2, но не более знатно. Ой, зацепили. Зацепили Вивера, должны его быстро убить. Если хватит урона, будет вообще супер. Да, Вивера успевают убить. На развороте Тинник пытается развалить здесь людей. Хороший врыв от Клокверка. По-прежнему живет Атакер, выхиливается там с Пьюрифайн Флейм с Оракла. Тинни находится под ультом Оракла, тоже получает большое количество урона. Непонятно, лопнет он или нет. Да, все-таки он умирает. Так же, как, собственно, наверное, умирает и Ораклом, но нет, успевает уйти отсюда. И сбивают ТП! Нет, не сбивают, нет, сбивают. Короче, аппарат убил Клокверка. Я забыл, что Колба не сбивает телепорт, но там в любом случае был крест, так что уйти оттуда возможности никакой не было. Такие дела. 0 в 4? 0 в 4? 4 тысячи денег для команды ПХП. А Бузи тут еще крест, чтобы выхилить максимально там лайфстиллера. Теперь можно корабль. Да, корабль просто в крипов, чтобы кто-то там случайно не подходил. Ну и огромное количество фарма наверху, собственно, рассказывает об этом всем сейчас аппарат, понимая, что тут еще помимо фарма еще и вышки как бы стоят, которые вполне можно забрать и вообще неплохо бы этим заняться. Тем временем чекают Рошана, судя по всему. Да, чекают Рошана, но там еще даже до таймера точного целая минута. Ну и вот этим файтом сейчас очень неплохо выправляют свое положение Рейдинд и мы видим, насколько графики меняются в их сторону. То есть 7500 они отыгрались за один файт буквально. Ну ладно, за два файта. Здесь вот они забрали Виспа с Вивером и вот тут вот прям череда. Там разрушение вышек, убиение героев неприятно. Ну и можно как-то себя теперь на верхнюю линию пытаться переориентировать. Парад, кстати, несмотря на 9 смертей имеет все же Мидас, Глимер Кейп, ну и соответственно дальнейшая цель, я так понимаю, для него Аганим. Здесь же ждут Рошана, ну Рошана мы не знаем даже когда еще будет, а тут ждут просто пришествие лайфстилера на вышку. Вольно. Вольно строением. Башар на лайфстилере. Башар штука неприятная, Башар может в самый неподходящий момент остановить Вивера, Тинника, кого угодно. Что там по Рошану нам покажут сегодня? Да, тайминг Рошана буквально там секунды 50 остается. А в это время Т2 строение начинает страдать. Крипов, правда, пока нету, поэтому пробивать Багдор защиту достаточно сложно. Здесь же Т3 уже ломают. Неужели не будут разминивать Т2 на Т3? Да ладно. Да ладно. Глиф. Здесь тоже должен использоваться глиф, но нет, глиф не стали почему-то делать. В итоге вышку на топе забрали, а здесь у нее осталось еще 600 хп. Да, для тех, кто, возможно, только к нам присоединился, напоминаю, что это про-серия 17 сезона, первый групповой этап, группа, если я не ошибаюсь, F, играет команда PXP, которые первую игру в своей группе уже выиграли, и Quashions Mark, которые еще ни одной игры, по-моему, не сыграли. Точнее, там вроде как по графику должна была быть одна игра, но ее перенесли, насколько я помню. Quashions Mark, кстати, победитель прошлой про-серии, поэтому я не знаю, какими судьбами они здесь оказались, потому что, насколько я помню, победитель прошлой про-серии должен попадать в стар-серию этого сезона. Но что-то там не сложилось, видимо, ребят, я подробностей, к сожалению, вам рассказать никаких не могу. Так, а здесь виверочка можно как-то поймать. Виверочек? Нет. Очень опасно. Очень опасно. Ну, Розван прям хочет. Он хочет кого-то найти. Был бы в арту команды Рэддиант на хайграунде вот этом, вот я думаю, уже нашли бы пару раз кого-нибудь. А в итоге пока рискует только Огрмак. Вардов у него нет, он просто сюда один бежит на Володласти. Висп, как бы, тоже не в его команде, что ты здесь делаешь, дружище. Облизывают, облизывают так вот аккуратно Т2-вышку. Здесь никого нету. Здесь на крипах Тинник, здесь на крипах или не палец Гидрокс. Можем чекнуть. Пока виден только Тинник. Да, снизу показывается еще и Вивер, и поэтому можно крушить строение дальше. Можно крушить строение, Т2 падает, теперь можно делать тэп-аут. Да, так и происходит. А там Рошан появился. Кликают на Рошана, дабы его проверить. И здесь Т2 падает, нет? Здесь Бэтрайдер. Бэтрайдер без сюрприза, Бэтрайдер просто в лотарь бегает. Цепануть его пока не получается. Лотарь скоро закончится, Бэтрайдер должен что-то делать. Даггер у него есть. Даггер, хорошо. Зацепил Виспа, увез Виспа, а дальше что? А зачем? Там вот время Оракла убивают. Хорошо, убили Оракла. Что будет с Клокверком? Клокверк, атакер, кстати, забрал Висп, не Висп, простите, Вивер, сам получает огромное количество урона, убивает ТиДжей, дабл килл. Ну а здесь, здесь уже минус 103, здесь уже начинают развлекать Барак, пытаются что-то с ним сделать. Хорошо, кстати, здесь прокаста от выкупившегося атакера, минус 2, мгновенно Барак живет, Казар Мувечников отхилится и все будет нормально, а теперь можно пробовать забирать Рошана. Теперь можно пробовать забирать Рошана, ибо 50 секунд у нас нету Тинника, огромное количество денег в очередной раз. Здесь, правда, не показано, что умирал Кунга, но мы же видели, что он умирал. Ну да ладно. Лайфстиль, уже рядом с Рошаном, уже хочет поговорить по душам с Камнеголовым. Начинает свой разговор с Башика, Рошан отвечает взаимностью, но мы знаем в итоге, кто здесь победит. Так, корабль, так, чисто просветить, посмотреть, нет ли кого-то рядом. Врывается, Клокверк убивает Рошана, Кунга в итоге крадет Аегис, пытается забрать Клокверка, Клокверк отвечает подключением Блэдмейла, в итоге Кунга теряет Аегис тут же, Релокейт летит, Релокейт летит, есть возможность как-то попробовать поубивать Тинника, Тинник, получает огромное количество урона, Башик, подлетает на Доренте, Тинник отправляется в таверну, выкуп у него есть, но он пока его не использует, а Бузит сармлет Лайфстиллером, и Лайфстиллер тоже погибает. Забрал там кого-то, кого-то по-моему висп на базу, если я не ошибаюсь, ну тут же пацаны тпшатся обратно. Хотя я могу ошибаться, закинули здесь Угрмага, или он сам себя закинул фарстафом, в итоге, да, Угрмага, судя по всему, приехал. Прикончил его, Перефайн Флеймсами. Ну и не может ни одна команда выиграть там несколько файтов подряд для того, чтобы свое преимущество как-то закрепить. Ну вот, оно есть, вроде как, потом все отыгрывается. Потом здесь тоже нет еще одного файта, который бы позволил нам хотя бы в 1010 увести. Опять все уходит в нули. Очень напряженная игра, и каждая команда, конечно, совершает некоторые ошибки. Здесь подцепили Оракл, Оракл выведет все, что может, просто с Файцедикта накидывать на себя ультимативную. Крест откодешился, но дальше, естественно, атакер идти не будет. К тому же опасно. А сверху Крепочки потихоньку подходят к баракам. Да, здесь уже практически фуловая казарма мечников, и идет все это дело фармить Бэтрайдер. Бэтрайдер, у которого есть Лотар. После Лотара будет ли он его грейдить в Сильверейдж? Ну, непонятно пока. Нужно ли это делать? Хотя, вообще, против Тинника, наверное, полезно. Так, ну и вновь проникает Лайфстилер Бэтрайдера. И в Лотаре будут кого-то пытаться найти. Укшот, хороший, хотят Вивера. Хотят Вивера, Вивер сбивают, тут же надо убить. Тут же надо попытаться как-то убить. Вивер живет по-прежнему, но есть ли какой-то просвет, по нему пока непонятно. Здесь живут все, кроме Клокверка. Прилетел сюда Тинни Висп, закидывают Виспа, убивают уже аппарат, он развороте очень много урона. Получает Тинник, сейвит его Оракл. Виспа там погодается догрызть Лайфстилер, у него это получается сделать. Умирает также Огрмак, по-прежнему Тинник живет, но какое же урона, количество урона в него влетело, он все-таки умирает и также отправляется в таверну. Там Жук что ли добил? Жук добил Клунку. Обидно. Но в итоге 3 в 5 небольшое количество денег на самом деле за такой файт зарабатывают у нас ПХП, но приятно, что тысячу получил себе Лайфстилер, который, судя по всему, дальше будет... Ну, я бы, наверное, и Стебесл делал. А он решает Кирасу. Кираса тоже штука полезная, кроме того, она у него уже имеется, так что Тиджей богат. Богат, конечно. Примерно столько же денег у него, сколько и у товарища Вивера. Вивер там со Скази бегает. С Скази же штука тоже хорошая, и жира дает, и меньше возможности как-то от тебя убежать. С Джиминой это так, и так вообще ты прям радуешься. тому количеству урона, который вносишь противникам. Если бы не умер, здесь еще Кунка был совсем хорошо. Аппарат. Аппарат. Аппарат решил пока игнорировать покупку Аганима, и выходит в Форстаф, для того, чтобы меньше погибать от всяких противных Клокверков, которые в него влетают постоянно, и иметь возможность из-под Когов Клокверка себя вытолкнуть, и вообще хоть какую-то полезность в драке сделать, отдать ультимейт, отдать колдфит, там, я не знаю, ну, в общем, скиллами своими пользоваться хотя бы иногда. А здесь Виспа, судя по всему, пытаются аннигилировать. Да, Виспа минус. Подцепит также еще и Тинни. Тинни пытается на развороте кого-то убить, но получается у него это слабо, прямо скажем, даблкил для Лайфтиллера очередной. И Лайфтиллер продолжает, продолжает набирать обороты. Здесь совсем скоро он уже станет Шестислатовым. Буквально ему осталось, осталось как минимум грядануть Скалбашер, и, ну, конечно, это будут не Тир-1 артефакты, то есть надо будет, скорее всего, армлет менять на что-то, и саблю менять, да и тапочки тоже неплохо было бы на что-то другое, ну, то есть просто взять себе травела как минимум. В принципе, конечно, денег, которые может позволить нафармить себе Лайфтиллер, еще приличное количество. Ну, а здесь, здесь крепочки вышли, крепочки умерли, и больно, больно вышки. Тут, правда, Вивер подгрызает строение, и, скорее всего, подгрызет его в итоге, использует ультимативную, пытается забрать аппарат, а три хточек хватает, но на развороте, на развороте, есть ли возможность отвезти Вивера прямо до базы, нет, возможности нету, но максимально пытается возможность Вивера что-то здесь противопоставить, брать себе, но Вивер просто отъезжает от Бэтрайдера. Здесь, в итоге, правда, вышку так и не добрали, а здесь строение упало. Ну, и на топе, на топе нужно юзать Глиф, получится ли здесь кого-то забрать, судя по всему, нет, просто увезет отсюда всех тени. 55 хп остается у казармы. А самое противное, что ее теперь ничем не добрать линиям, потому что достаточно серьезно отпушена, и приходить сюда это суицид. Ну и глянем на графики, мы за ними уже не так недостаточно давно наблюдали. Ну, графики, они вообще не показывают, что какая-то команда имеет преимущество. В принципе, так и происходит. Ну, вот эти вот жалкие, там, тысяча голды, ладно, 12 тысяч опыта чуть более приятно смотрится, но опыт в этом плане не главное. Потому что у большинства есть уже левелы, тут минус... Ой, и башек еще проходит минус 2 в очередной раз. На одних и тех же персонажах постоянно Ластилер получает фраги. И... Не получается как-то реализовать связку Тинни-Висп в атакующем плане. Да, летят иногда сплитить, пытаться забирать строение, пока там где-то происходит файт. Но вот так, чтобы нападать, давно уже такого не было, по большому счету. Да, влетают в файт, но когда уже файт идет, нету такого, чтобы влетел Клокверк на какую-то одиночную цель и туда же полетел Релокейт. Такого нет. И... Судя по всему, уже в этой карте может не быть, потому что минус первая сторона. Ну, минус первый минничный барак. Тут же переключается на верхнюю сторону. Там, кстати, Ластилер полхп всего. Имеется Ластилер. А если его как-то подсейвить в случае чего, прячется в Катафалк, Катафалк разбивают, фарстафят. Нормально. Пока живет. Пока живет Ластилер. Две секунды до Виспа. Виспа, возможно, будет как-то лететь сюда. Очень больно Эджента Паришна. Успевает неплохую ультимативную способность перед смертью раскастывать. Ну, отсюда уже тп аут сделали. Хуком. Хукшотом промахивается Клокверк. Ну, и бежать надо Огрмагу. Есть у него тп хата? Огрмага тп хата нету. Надо ее позволить себе как-то сделать. Да, тп хукупил. Фарстаф и тп. Фарстаф, тп. Ой, промахивается Хукшотом совсем немного здесь Клокверк. Обидно. Ну, и в итоге. В итоге мы видим здесь отсутствие двухстроений и здесь отсутствие двухстроений. Что говорит нам о том, что теперь попроще будет заходить на хайграунд команде Радиант. Опять. Опять цепляют виспа. Ну, как же это неприятно. Постоянно, куда только не выйдет виспа, он везде умирает. Вот реально, уже третий раз подряд он появляется из таверны и умирает тут же. Ну, это прям... Прям вот... Не ходи ты один, дружище. Ну, что такое? Зачем тебе это? Зачем тебе эти смерти? Выкупа у тебя нету. 40 секунд у тебя самого тоже нету. Без тебя драться очень сложно команде. И сейчас пойдут додавливать оставшиеся бараки, судя по всему. Здесь план гора. План гора, но тут как бы самим не отъехать пацанам. Вивер в это время аппарата там убивает. Опять... Вот у нас есть два таких человека, которые ходят отдельно. Это висп, который периодически попадается и аппарат, который подфармливает в этом на другой стороне. Вивер молодец. Вивер... А тут просто крипов хочет убить, чтобы вивер не забрал ничего. Тут барк тоже на фул почти отхилен. Крипы, кстати, умрут или нет? Крипы не умрут. Крипы... Ну, нет, умрут. А здесь... Здесь драка... Здесь пытаются убить Клокверка. Клокверк в итоге отправляется в таверну. Рошан стоит. Рошана можно попробовать цепануть. Но снизу у нас здесь уже тени виспа ломают бараки. Глифа нету. И казарма мечников в руинах. Там же, собственно... А, нет, казарма магов нет. Здесь не пробивают. Не пробивают. Крест на виспа. Виспа вернется прямо сейчас. Ну, и в очередной раз он вышел из таверны и умер. Но сейчас он хотя бы что-то полезное сделал. Они с теником спушили здесь барак. Это приятно. Вивер в бабочку выходит. Ну, мы эту бабочку предвигали еще до скади. Здесь виверочек делает тэп аут. Но, нет, не сегодня. И минус вивер. Ну, неприятно, конечно, вот такие вот фраги получать на себе. В принципе, вивер примерно так же сейчас отъехал, как и до этого он убил аппарата. Просто на некоторой неаккуратности. Ну, вот ничто же не мешало попробовать несколько дальше отбежать в шикучах и в лесу где-то сделать тэп аут. Там бы тебя с большей вероятностью не нашли бы. Ну, и заход на хайграунд. Крепочки рядом, лайфстиль фуловый и хайграунд падает невероятно быстро. Сколько нужно будет лайфстиль рутычек для того, чтобы бить башни. Ну, достаточно много, но при этом башня никуда сбежать не может. Башня будет вынуждена падать. Прилетел сюда Клокверк, форстанули лайфстиллера. Лайфстиллера форстанули прямо на Виспа. Виспа сейвит с помощью ультимейта Оракла. Угрмак получает огромное количество урона. Здесь выхиливается немножко из хрипа лайфстиллера. И лайфстиллеру, кстати, могут забрать. По-прочему, мансит. Огромное количество урона вносит там стайдбрингера Кунка, но Кунку... Кунк остается здесь один из таких дееспособных героев. Бэтрайдер уже все прокастовал и просто отсюда убегают. Убегают, даже не забрали вышку. Даже не забрали вышку. Там, по-моему, правда, байбеков, правда, сделано было приличное количество. Да, и Вивер, и Тинник выкупались. Здесь выкупался лайфстиллер. Зачем, правда, непонятно. Он вроде бы не пришел там обратно в файт с Трэвэлов. Хотя я мог в горячке что-то упустить. Ну и сейчас уже такая стадия, когда нужно показывать даже не то, сколько кто нафармил, а у кого есть выкуп. Потому что это действительно важно. Мы знаем, что три персонажа только что выкуп делали. Ну и вообще ни у кого нет этой замечательной опции из команды Дайер. То есть, если сейчас забрать Рошана, предварительно убив Вивера, Вивер успел уйти в Шикучи, Крест там Кунка использует для того, чтобы крипов отпушить немножко. И Бэтрайдер вновь отправляется на охоту вместе с Лайфстиллером. Сейчас, конечно, будет несколько сложнее, потому что нету активной Эйбисела. Но забрать кого-то можно из-за Лассо. Там урона очень много у Лайфстиллера. Так. Висп. Тинника цепляют. Висп может увезти. Нет. Кажется, Висп, да, успевают увезти отсюда. Цепляет в итоге Оракла. Хукшот по древнему дракону. Как много урона по Клокверку. Тот успевает выфорстовать себя. А в итоге вернется Висп сюда. Вернется Висп и нужно его как-то пытаться убивать. И да, минус Висп. Кунка там просто расщепил. Бедного Ио. У Хункера Пира. Между прочим. Так-то, если подумать. Хункера Пира, поэтому он настолько аккуратно себя ведет. Клокверк пытается жить. Майбатрейдер в это время дожрал Клокверка. Здесь Вивер убил аппарата. Ну и пытается уйти отсюда. Виверочек. Ну, знает, куда он примерно пошел, но не решается за ним дальше идти. Хотят просто Хайграунд попробовать замесить. Зная, что только два персонажа пока есть. Ну, как минимум развести на Вайбеке, а Вайбек-то нету. Ну и просто под рейджом тут, кстати, еще отцепляет двоих, так как на нем есть Гудгейм. Гудгейм прописывает у нас команда Квэшнз Марк. И на этом два противостояния заканчиваются. Вот так вот PXP своего оппонента в двух картах одолели. Вторая была намного более напряженная, но за счет некоторого количества ошибок, например, частенечко подфиживали Висп с Тинником. Ну, даже нельзя сказать, что они подфиживали. Хорошие выходы на них были в исполнении Бутрайдера вместе с Лайфстилером. Так что, наверное, это больше их заслуга, чем ошибка команды противника. В любом случае PXP в этом БУ-2 противостоянии побеждают, укрепляя свои позиции лидера в группе. Ну, а на этом, собственно, трансляция заканчивается. Для вас комментировал Александр Ленигиропотапов. Если вам понравились мои комментарии, то добро пожаловать в группу. Там всякие анонсы, матчи, различные записи карт, ну и много всякого еще другого интересного. Ну, а вам спасибо за то, что были на трансляции, смотрели ее и до новых встреч! Субтитры создавал DimaTorzok